что он на сегодня достоин? достоин! я не знаю даже, что он там, что он там, да? кто его выбирал? никто я на хуй не выиграл, никого здесь не входит в выбиральному Тольган знаю, я его попробую, а Холина бы не знаю, где и в чем-то, а Чир где-то вот так не знаю, что здесь в Солхозе творится, я на него даже не проголосовал бы пусть действительно выиграл бы тот, кто действительно достойный, но и есть авторитет в Солхозе, но действительно правильно решили а не так, что вам кто-то там по звонку сказал решение суда, допустили бы все давайте действительно, кто выиграет, тот и пусть депутат здесь сидит и решает, правильно решает или нет а там кто-то-то решил там один, надо на педулку, не наша команда их убрать так же было, так же было, убрали нас, которые за вас не будут идти, убрали ну как это, не надо задавать педулку вопрос В смысле какие-то? вы то знаете, по всем дел... все приказы, да офигенно, России мужчины, все не нужно, не нужно не решать, не решили бы, ну честно решили бы кто ты, да, я, брохил а не так, вы свою команду быстро ели себе, и уже за весь вопрос решаете 4 человека пришли за меня, хотите решить, за того, за этого, как не должно быть вывод. Вы что-то 4 человека хотите, все это нужно. Давайте, 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 мы с вами. Вот, праздник забираем, вы, понимаете, свидатель, вы собираете по праздникам, все, кто будет со мной. Ваши, кто вы все стали. Все, кто, приедет, каждому домой, каждому домой пойдет. Вот ваше 3 человека, и вы 3 человека. И до каждого, вот никто бы не уговаривал, но ты не подписывай, ты не подписывай, да? А до каждого, вот вы трое, и мы трое, пойдем, каждый двор зайдем. Эти ответственности определяет собрание депутатов. Вот для этого мы и собрались. Депутат говорит, что так было. Для этого, для этого и собрание депутатов проводится, чтобы решить, какую меру ответственности применить. Мы, как прокуратура, не можем говорить, что именно и как нужно сделать. Да, он не может вынести. Потому что собрание депутатов наше представление рассматривает, оценивает его. И если они посчитают необходимую уволить, у них есть такая возможность соответствовать законодательству. Но это лишь одно из решений, которое они могут принять. Понимаете? Мы не можем указывать, что именно, какую меру ответственности должны применить собрание депутатов. Это же, все же хотят, чтобы все было по закону. Правильно? Все же это равно отношение. Если ты нарушил, значит ты нарушил. Значит у тебя должна быть ответственность за это. Ты делаешь это в том более. Ты нарушил, ты нарушил себе можно. А ты мне не нравишься, ты нарушил, да? Я не пойму, если она не подала документы, что она, что она где-то чувствует. Хочу нам это не сливать, пандемия. Малу как у тебя, но вы что, не видели, как у нас какие-то задачи? Еще раз, мы в Федерании за этим не говорили, о том, что неподальше приравнивается. От того, что у него хозяйство нет, от того, что лейтенант затуха была, сарандец ела. И депутаты даже не собирались, потому что они не хотят собирать делать. Вот что нам почему. Вот будем делать, все вместе будем. Все мне cycle. Все будем вместе делать. Все куда-то. Мы никогда не поймали с на месте. Я как-то так всегда надо делать, вместе. Здесь у нас получается. Помоги. Поп Charotros. Получится. Почему? А почему? А почему? Это же не условия. Вы понимаете причин, почему вы меня не сделали. Поэтому и все. Поднимайте. Хорошо, пускай я там устанавливаю. В меня нет, потому что я работаю. Да. И потом вынесем решение, которое будет... А как же вы нельзя говорили? Пошли, мы что? И сейчас мы проголосуем. Понял? Давайте, слушайте, ставим вопрос, да. Согласны ли вы, да? Принять меру ответственности к ней. Принять там меру дисциплинарного взыскания. Да? Да. Единогласно. В соответствии, теперь выбираем именно меру голосования. Мера голосования, ну, так как уже... Принимаем такое. Кто за то, чтобы принять просто взыскание выголок? Голосуем. Кто за... На стороне выголок, да? Да. Да. Кто за? Кто против этого? Я открою того, чтобы просто принять по выбору. Соответственно, теперь, раз вот этот... Никто не хочет, я его объявляю в выбор. Я так понял. Правильно? Соответственно, следующая мера ответственности у нас увольнение. Так? Нет. Если нет выбора, то соответственно увольнение. Правильно? Уже более строго. Кто за то? Что? А за то, чтобы прекратить полномочия уже молодой СМО, подмаривая цыганца выголок. Кто за? Да. Нет. Вот это... Ты сейчас за то, что я не понял. Выговор, чтобы... Выговор, Батр. Это что? Она будет работать, но вы ей сделали выговор. Будет под наблюдением работать. Нет. Сейчас я уже... Про выговоры уже проголосовались. Ну, если твой депутат не понимает. Да? Твой депутат, если не понимает, то что поделаешь. Смотрите. Давайте так. Кто за то, чтобы уволить, прекратить досрочное полномочия главы Алштинской СМО, подмаривая цыганца выголоком по факту нарушения антикоррупционного законодательства? Упрос? Не, ну я... Ну, четыре... За, да? Ты, я так понимаю, как... За в ней или против в ней? Или ты в другую меру хочешь? И либо ты просто воздерживаешься, Батр. У меня, наверное, как все ушли. Ну, а что, Батр? У тебя мнение не в свои ушли? Что, как все? Я просто... Лично я за то, чтобы там строгие выговоры. Ну, тогда ты против, получается, увольнения. Правильно? И в то же время есть нарушения, видишь? Ну, вот, по факту нарушения, ты можешь либо ты выговоры, хочешь, либо ты увольнения хочешь. Не, ну я и туда, и туда, вот так. Не конкретно. Ну, получается, ты воздерживаешься. Правильно? Чтобы потом не было разрешений там. Ну, я как все, короче, все. Ну, все тогда. Единогласно принято решение о прекращении... Насрочное прекращение полномочия главы и слов. А что, нельзя было это в клубе сделать? Ну, вы же... Ну, вы же... Ну, вы же... Ну, вы же... Не, ну, это... Я был избран главой СМО. Ну, и в семнадцатом году уже не работал. Так, ну, начну с чего. Собрались мы... Наш больной вопрос, это земельный, да? Все началось в 2008 году, когда людям выдали земли, и оказалось, что они были в федеральной собственности. На основании чего федеральная собственность изъяла эти земли у дольщиков. При этом оставив за ними права. И выходит, что права у нас остались, а самой земли как бы нет. Мы, в общем, владели тем, чего нету, да? И, естественно, платили налоги в местный бюджет. И, естественно, с этих же земель еще снимали налог и федеральный бюджет, потому что он бы как бы значился за федеральной собственностью, и, естественно, налог совхоз Чапчаева оплачивал. В 2015 году я был избран главой СМО. Ну, я подумал, что такая ситуация тоже не пойдет. Потому что как бы с одного медведя две шкуры дерут, да? И, естественно, при этом население, оно остается как бы в минусе. Конечно, не сказать, что там огромные деньги, да? Но, тем не менее, хочется платить за свое же так же, а не за то, что там где-то что-то висит или еще как-то. Ну, и, естественно, второй момент, что владея землей, каждый человек уже как бы имеет больше прав, так же? У нас потому что акционерное общество Чапчаева, ну, акции, ни одной акции трудовому коллективу не принадлежит. Это же тоже ненормально. Мне кажется, трудовой коллектив по-любому должен иметь какие-то акции, дивиденды. Иначе мы же выходит, что на правах рабов мы здесь находимся. И в итоге, в конце 2016 года, Минэмульство России посчитало нужным, что, да, действительно нужно выделить людям землю, и чтобы они владели ее. И на СМО пришла земля, собственность в СМО она была передана. Значит, если федеральное имущество посчитало нужным его передать, значит, оно же было не обременен ничем. Если бы оно было обремененкой, кто бы его нам передал, так же? Это же естественно. Передали в 2016 году, прямо перед Новым годом. Ну и мы решили, что мы же должны в правах восстановиться. И мы подали в суд. И в октябре месяца 2017 года мы, вот список 296 человек выиграли этот суд, и нас восстановили в правах. Естественно, тех земель, которые были, их-то уже не было, которые были под паи выделены. Мы хотели выделиться в тех же границах, каких и было она в 2008 году. А это было здесь в 11 километрах от нашего села. Там выделен был большой участок, 22 тысячи гектаров. Мы хотели выделиться общим куском и отдать этот кусок в аренду совхозу. Потому что у нас же, ну как, мы же не враги собственному народу, так же или собственному совхозу. Когда есть селообразующие предприятия, это всем легче же. И поселению, и людям. Это же работа, да? Ну, это же со всеми вытекающими. Не нужно выделять землю, а нужно, как бы, прежде всего, интересы акционерного общества соблюсти. То есть под каждую точку по 800 гектаров взять, да? И выделить. А как выделить? Если у нас 40 точек и 800 гектаров это выделить, где-то получается 32 тысячи уже уходит. Так же? А когда у нас всего 44 тысячи гектаров земли? И где мы возьмем, вот, даже, видите, 296 человек, как землю выделить? И даже если будет эта земля, да, она получится, как бы, под все точки выделят, а останется же там же лоскут, да? Так же, большой лоскут. Нас вызывали, на то время Зотов был, председатель правительства. Но, правда, он сказал, что нужно как-то по справедливости решать. Но, тем не менее, давление все равно создавалось, вот, чтобы вот, да, надо сначала подчерпчаивать землю выделить, а остальное уже потом. Хотя на тот момент глава республики сказал, сначала надо людям раздать, соблюсти их интересы, а потом уже разговаривать с людьми так же. Это же правильно было бы. В общем, мы судились, срядились, и на сегодняшний день мы до сих пор судимся. Вот с семнадцатого года наш поселок так тросет и тросет, и главы меняются СМО. Вот меня убрали, потом вот Лену, считай, убрали. И директор там у нас уже, я не знаю, сколько директоров было. Просто на тот момент стоял вопрос, может быть, ну и со мной разговор был, чтобы вот давать, передать полномочия по земле в район, да. А зачем нам в район передавать? Это же бюджет нам же, собственно, нужно пополнять же. Земля — это же бюджет же. Тем более у нас там большой лиман есть затапливаемый, да, который, ну, неплохие деньги может приносить. Просто вот хочется, чтобы наконец все мы поняли, что у нас нет врагов, собственному солхозу или людям, да. Мы хотим все это просто на цивилизованный уровень поставить, где как во всем мире так же есть земля, возьмите ее в аренду. Мы предлагали, мы даже когда вот выделились, мы ходили в контору и просили, давайте возьмите у нас в аренду эту землю. Мы хотим, чтобы наш солхоз жил, процветал, но нам сказали, мы не будем брать в аренду, а так мы заберем у вас. Да, у вас, типа, вы не имеете права. Я одна из пенсионеров и старожилов этого села, проработавшей до 92-го года с 82-го, чабаном солхоза имени Чапчаева плимзавода. И поэтому и вечный вопрос о земле, которая сегодня и, наверное, еще долго будет, потому что это шло не первый год. С 92-го года, когда вступил в силу закон, а приватизацию изделили в частную собственность, практически вся Россия давно получила эти земли. Худо-бедно, хозяйства потом делились, кто продавал это их личное право. И поэтому судились не только с 15-го. Я отношусь к тому поколению людей, которых 6 судов еще до этого, начиная с конца 90-х, в 94-м, здесь неоднократно проводились собрания. Но тогда старики, именно что в целях сохранения плимзавода, страна качалась, это наши старые животноводы, в том числе мои родители, вот это поколение, которое не дождалось этой земли, они, в принципе, дали согласие. Совхоз распадется, если земли раздадим бед. Ну и вот дали такое право, Иван Бадмай, еще и руководству района, сохранять, потому что само государство вот так висело, непонятно было, кто, куда, и эта демократия, которая, так сказать, нам свалилась на голову всем, особенно сельским людям, до конца сами никто, и руководство, которые приезжали, депутаты, которые приезжали, никто не мог отдать нормальный голос. Наше село единственное, наверное, республики, где сохранилось население, где люди в домах живут, и еще молодые люди в возрасте от 20 до 60 лет, вот это все поколение, вот те, которые будут 60 или только исполнилось, и вот совсем молодые, которым только 30 еще нет, но они освоили профессию своих дедов, хотя многие из них имеют высшее образование, но жизнь страны, система эта экономическая, эти либеральные демократические ценности, они привели к тому, привели мой народ, мое село к нищете, я так считаю. Ачирев Саналмутаевич, к слову разрушит, я и царанцы Вейна не могут в оправдании себя что-то лишнее, а я хочу сказать так, на них очень сильное психологическое давление оказывается, именно головой тогда Ачирев Валерия Николаевича мужичины также собирались, исходы и население делали, но вот таким как бы законным путем, это очень удобно, при новой вот такой какой-то... Да, конечно, сейчас наше правительство и Путин очень хорошо взялись, как бы и новые конституции, как бы и новые поправки, но на уровне региональном нашем, на конкретном нашем, калмыцком вот этом регионе, у нас очень сильно утвердились люди, которые в советское время последним жили в номенклатуре и обладали номенклатурной властью. Не секрет, это не только наши совхозы, многие. Конечно, при власти они взяли себе земли, дома, бог с ними, мы не за это судимся, а вот и для девушек. Но мы говорим о том, только чтобы об этом праве вот эти их внуки, мои племянники, вот они, их дети, чтобы это село жило развелось, они должны владеть все равно своей землей. Это право, по-моему. Потому что, когда адвокат, мы судились, нам сказали тогда адвокат, не затягивайте, потому что во всей Российской Федерации только вот эта территория земли, которой принадлежала Алсанхудинская СМО, оставались так долго в федеральной собственности. И поэтому я тогда ходила и всем говорила, вот сейчас село, немножко вот так как бы основная часть всегда, которую получили. Те, которые как бы дополнительным силами, ну надо было, я всем говорю, не затягивайте. ЦАК дошел, а приказ Путина 20-го года, помните, до 20-го марта и 20-го года продлевался. Где-то кто-то просидел. Сейчас такие казусы у нас идут. Это вечный вопрос о земле, правильно сказал Санал Утавич. Пока вот этот вопрос о земле не будет разрешен, вот этим людям уже настроение, они могут плюнуть и уехать, а без будущего, без молодых и без этих будущих детей, которые в этой школе у нас еще 100 с лишним учеников, а рядом совхоз Сарпад, который гремел в советские времена, в первый класс его 6 человек пошли в прошлом году. О чем это говорить? Мало того, что наш совхоз единственный, который по газу, по свету выполняет план, потому что у нас единственный поселок, где население живет, и садовку отдали вообще наши все права, в военкомате ребята, которые учатся в военном училище, когда приезжают домой, они обязаны проехать до Листы, доехать до Целинова, и там в Целином военкомате они отмечаются. Перед отъездом, вот мой племянник с Иркутской области служит, он должен опять ехать туда, вместо того, чтобы прямо и в Волгоград уехать. Вот эти ценности демократического нашего нового такого веяния туда-сюда привели к этому бардаку, при котором еще плюс я упомяну. Ветеринарная служба департамент с подачи, кстати, опять же, того же Валерия Николаевича, при нем, когда он был главой, отделили от государства и сделали как частное служение. И вот теперь, когда невыгодно, когда вопрос о земле, наш совхоз искусственно считает, якобы бруцелет и все, что угодно, карантин вокруг села, накала страстей мы в этом селе и в этом районе дожили. Это уже наше последнее. Мы поэтому обратились. 250, даже с лишним, еще много людей все, которые хотели, чтобы наша глава, именно Царан Сергеевна, оставалась, потому что помимо этой земли существуют исполнительные власти. Многие вещи, которые, да, бюджет дает, дети многодетные, все эти пособия, время цифровизации. Для этого должен человек разбираться уже меньше. Не бывает такого, вот так пришел и все. Тем более я хочу привести пример, почему недавно по всей России, по первым, по всем каналам, в одном русском селе, я просто сейчас не могу привести, но я можно найти, техничку-уборщицу выбрали. Помните? И никто не смог, районные губернаторы ничего не смогли. И теперь они ее учат. Я долго наблюдала по этой, и поняла, что население вот подписало за нее, и, а хотя бывший глава не хотел уходить, вот та же самая ситуация была у нас между главой района и теми, которые... И это идет просто... При этом бывший глава наш, и, так сказать, все время он себе, что он придет, есть такие люди, даже здесь сидят недалеко, приходят и говорят, вот Валерий Николаевич осенью придет. Знаете, в одну воду дважды не ходят, путь ты трижды, ангел и Бога мамыт. Человек, который уже набил опыт, знает, мы знаем все ее беды. Но нашли причину. Полтора года это новые депутаты, которые единым списком под Единую Россию без вообще населения не знали. И я знаю людей, которые видели, были свидетелем на этой комиссии, когда закидывали этот список. Просто в тот момент я была на Лебне. Просто вычеркнули. А я считаю, что это женская дискриминация, потому что население именно по телефону. 19 человек выдвинули. Среди них была уважаемая учительница Нина Батаевна, одна из старейших учителей, младших классов. Человек активно общественен, который и хор, и везде, и всюду. И как человек всегда, словом и делом половина, вот это все ее ученики сидят. Во-вторых, Кирчикова, по мужу Санжиева, Елена Юрьевна Герат. Человек окончат высшего образования, социологический и экономический институт. И мать двоих детей работает в школе сейчас в силу того, что вышла замуж в этом селе. И также матери молодые, которые выдвигались, женские, именно активные, те, которые участвуют в активной жизни. Это же их будущее. Им сейчас 25-30-35 лет. Почему-то их всех вычеркнули, но оставили все, согласились, конечно, спортфак, учитель физкультуры всегда. Школа, бюджет, конечно, двух человек со школы оставили, здесь никто не возражал. Очень многое за этот год, потому что, когда говорила я целый год, почему депутаты не созывают, ходила за этим новым депутатами, они говорили пандемию, поэтому нельзя собирать сход. Вот они мотивировали. А когда здесь сход был, они мне здесь даже, наверное, записали, они мне отвечали так, мы только пришли. И даже я могу потом поименно, если они обратятся, даже в газету, каждый из них говорил, мы только пришли. Как это вы пришли целый год, только искали, где она не подала эту несчастную декларацию. Когда мы каждый день видим, какие разоблачения люди миллионами, миллиардами воруют в этой стране, и людей только вообще даже не сажают. А тут декларация вовремя не подала, и меня возмутило то, что даже прокурор, который приехал в представление, вот здесь разбираюсь, он зампрокурора приезжал, он сказал, все решит ваше собрание, то есть как мы, население. А что такое депутаты? Тогда выходит, они на нас плюют, когда мы сказали, здесь открытые, они взяли, мы тогда закроем демонстративную, шли в контору, и там они решили это. Я не знаю, в каких конституционных документах и в новых поправках об этом сказано, что вообще плюнули на население. Здесь полный зал собраний сидел, животноводы, несмотря вот такую погоду тяжелую, все животноводы почти приехали, все мужчины даже. Я хочу сказать, что население нашего села всегда было активным, государству всегда план отдавали в том числе, но в результате наше село осталось без дороги. И еще немаловажный вопрос о воде. По этой воде я уже к Хаськову и ко всем писала, но вода в нашем селе питьевая, бочка воды, пенсионеры и молодая семья, три тысячи рублей и возят с Киченера. Вот это две вещи, земля и вода. Как было в 17-м году революция получилась. И при этом мой дед говорил, когда рождался Халим Кеун, это было общинное. Калмыкам давали, это у Ном Тачиро, десятину, десяти на царское время, это 10 гектаров. Из этих десятин они платили всего 2 рубля налога. Это вот вся земля. И они вот эти, вот эта земля, за которой идет борьба сейчас, вот у этого нашего псевдоначальства, тех, которые ушли теперь как бы не бытие, но при этом делают вот этот разброд. И те, которые сверху поддерживали их, вплоть до Казачко я доходила, когда он делал, он клялся якобы, не будут. Но я неоднократно в интернете, молодые люди меня находят, наш соохонд уже выставлялся пять лет назад, якобы за 25 миллионов банкротства. И это уже не первый раз. Это витает, просто как-то убирает, но люди, которые в этом видят, люди, которые неравнодушны к этому, животноводам некогда это выслеживать, у них не до этого. Но я имею, как пенсионер, время, и определенные люди, диаспора везде в Москве, даже сидят, они нам оттуда сообщают. Как это? Все переживают, что этот совхоз пустит в что-то, потому что это труд наших родителей, этот совхоз. Они настолько честно работали до последнего, теперь работают и их дети. Еще плюс евреи, еще Шангага, как говорится, ничего не претензий не имеют. Они только хотят, чтобы их оставили в покое, чтобы их дети могли наследовать ту землю, которую они получили. И при этом глава, который по новой конституции, должен быть не подсуден только нам, местному населению. Почему-то все время хотят назначить нас сверху, и если сверху нет поддержки, кому-то не угодило, очень удобно стало последние два этих срока убирать руками вот таких молодых людей, которые, во-первых, практически здесь не жили, учились, ездили, работали, потом раз их привели в один год, потом оставили, и потом раз их одним списком. У меня большие претензии к Единой России. Большие претензии. Если я не умоляю их роли, действительно, на региональном и каком-то уровне где-то люди что-то, но в нашей республике, в нашем районе это привело к тому, что уже вообще кого хотят убрали, кого хотят. Остальным просто говорят. Плюс меня еще возмутило, я хочу на всю пусть республика, и пусть все знают, когда глава бывшего района, бывший, который здесь вырос, Валерий Николаевич Ачиров, в соседнем районе, потому что свое население не выбирало его в депутаты, назвал свое население, которое здесь живут, и где он хочет все время быть директором, быдлом, это его слова. И люди, которые ездили, пенсионеры в несколько конторах повезли, тому же свидетели. Конечно, теперь они все на пенсию ушли, но люди в соседнем селе Чкалы сказали, где ваше население? Он сказал, что там население, там одно быдло. Вот это я унинхельдинам, унинхельдинам улангала сэшку. Вот это мои последние слова. Ну, я, Горяева Наталья Мутаина, тоже проработала на одной точке почти 25 лет. И сейчас тоже доказываю, что я имею право на эту землю, имею право ее замежевать и на ней работать до конца. А сейчас вот я слушаю и думаю, что если наш совхоз был выставлен на продажу в интернете в 2013 году, то, наверное, нужно, чтобы вот эту землю у нас отобрать и к этим точкам привязать по 600-800 гектаров. И тогда они могут и продать этот совхоз. И это не первый случай, когда целыми совхозами у нас калмыки продаются. И мы беспокоимся, конечно, тех людей, которые у нас... Все стены залеплены одними грамотами. Не только грамоты мне нужны тогда, значит. Мне нужна только та земля, на которой я работала, и буду еще работать. И я от нее никак не могу отказаться и буду, естественно, судиться до самого последнего. И я думаю, что остальные тоже так считают. И мне кажется, вот сейчас я хочу обратиться к тем молодым людям, которые сейчас в эту зиму, может, кто-то начинал хозяйство, ну, в целом, может, по калмыкии, какие-то гранты получали. И сейчас получилось так, что большой падеж скота. И я хочу, чтобы они не разочаровались. И, ну, как тот человек, который проработал на Точке много лет, я знаю, что есть годы, когда ты, ну, ущерб работаешь, а есть годы, когда можно и все отработать. Все кредиты, все можно отработать. И чтобы они не разочаровались и не уехали куда-нибудь далеко. Пусть они все-таки поверят в свои силы, что это временное явление, вот этот падеж скота. И я думаю, что я хочу их предупредить, чтобы они все-таки выдержали и никуда не уезжали. И хочу, чтобы молодежь все-таки оставалась в селе, работала, и мы их будем все время поддерживать. Здравствуйте. Я Лиджиев Читерл Владимирович. Являюсь предпринимателем. В 2017 году получил земли на законном основании по решению суда Сарпинского района. На этом основании подал документы в МФЦ, получил разрешение угловой района на строительство. построил, ну, стройка в стадии строительства еще идет. Построил дом, сарай строю, заключил договора с руссетями, подключил свет. Ну, свой все. И приходит тут письмо мне, то, что земли, которые вот, на основании чего я всего делал, суд их отменил. Сейчас я не знаю, ну, как в дальнейшем, ну, вообще его до конца строить, не строить. Я просто много денег потратил. Просто почему, почему такая несправедливость, ну, у нас вот творится, я вот не пойму сейчас. Ну, буду надеяться на Верховный суд, чтобы выиграть этот суд, чтобы дальше закончить свое строение, также воспитывать своих троих детей. Ну, просто в этом селе, ну, как племзавод Чапчаевна существует, ну, люди идут работать, да, ну, там, от безвыходности, можно сказать, там, за 10-11 тысяч. Просто троих детей на эту сумму, можно сказать, ну, не можно сказать, ну, не содержишь, да. Ну, на этом все, наверное, проблема у меня, вот, как и у всех моих односельчан, нужно сказать. Молодые мы здесь, ну, никуда не уезжаем, хотим свои, ну, развиваться, оставаться здесь, чтобы дети наши здесь росли. Ну, и всем, ну, думаю, все нормализуется, все будет нормально. Я, Бадмаева Цыганцевыковна, на сегодняшний, занимала должность головы 6 июня 2017 года по 12 марта 2021 года. Соответственно, у нас, предыдущий глава начал эту тему, у нас началась проблема с землей, мы хотели, чтобы люди получили все свои доли. Но нам не давали реализовать свои права, потому что считали, что люди не должны иметь своих прав, что, в первую очередь, должны получить одни. Мне так прямо и говорили. Меня вызывали в район, на тот момент был наш нынешний депутат народного хурала Ачиры Валерий Николаевич, он меня неоднократно туда приглашал, где говорил, что не нужно слушать этих людей, что нужно делать в пользу, мою пользу, подписывая документы на то, чтобы образовать вот эти подживстоянками земли. На тот момент, когда я ему говорила, что будет тогда с людьми, если они придут, меня будут обвинять, он мне говорил, ты посылай их всех ко мне, а то, что там будет моя подпись, и эта ответственность ложится на мне, его не волновало. И он с того момента, он эту тему не отпускал. Приезжали из Минзема министры, приезжали, приезжали с района, вызывали лично туда, и здесь мы собирали сходы граждан. Они мне говорили и угрожали о том, что если ты не уйдешь и не подпишешь, то есть мы тебя можем посадить. И в тот же момент спрашивали, а есть ли у тебя малолетние дети? Я им отвечала, да, конечно, они говорили, ну, до 18 лет, пока им не исполнится, конечно, мы тебя не посадим. Но ты имей в виду, зачем ты идешь за всех людей, когда ты можешь себя спасти? Я им говорила, что мы живем в одном селе, и надо жить по совести. И, соответственно, с 2017 года по сегодняшний день вот это давление, оно не прекращалось. Бесконечные жалобы. Меня вызывали следственный комитет, прокуратура меня проверяла ежечасно, все документы наши перепроверяли, но мы делали все в рамках закона. Он находил несколько людей, это был наш старый предыдущий глава Донбеков. Он это жаловался, ходил, и в суды писал, и в прокуратуру писал, но не находил обоснования, чтобы выявить причину. Что самое интересное началось, это вот осенью 20-го года, когда у нас активные жители нашего села хотели стать депутатами. У нас собралось кандидатов на тот момент 19 человек, но почему-то посчитали, что именно самовыдвиженцы недостойны стать депутатами, и их просто убрали. У них уже был заготовленный свой список, и, соответственно, всех убрали. Мы судились, люди судились, они первой инстанции проиграли, им сказали, что они не пройдут, подавали в Верховный суд, и прямо за два дня до выборов им отказали. И прошли всего 8 человек, где оставалось, получается, выбора нет. И это были все от «Единой России». Хотелось бы сказать и то, что наш глава района нынешний, он, я, наверное, могу сказать так, что он ведет какие-то свои игры, потому что и он мне звонил, угрожал о том, чтобы я уходила, что он не хочет со мной работать, а причину, почему не хочет, что-нибудь не называл. Ну, нынешний наш председатель, он тоже жаловался, постоянно писал в прокуратуру, и зацепились они за тот момент, что я не предоставила сведения о доходах за 2019 год. По факту я могу сказать, что за 2019 год я признаю, что я не подала, но на сайте, как полагается, я все разместила. То есть сокрытия самих доходов у меня нет. было непредоставление в срок, в связи с тем, что у нас была все-таки эпидемия, это коронавирусная вспышка, это же новая у нас эпидемия. В селе люди болели, мы занимались волонтерской работой, сама я осенью заболела, то есть до декабря меня не было, и, соответственно, мы в срок не сдали. И только по этой причине, что я не подала вовремя свои сведения, меня уволили по статье по утрате доверия, не дав даже возможности уйти там по собственному или еще как-то, хотя могли бы сделать выговор. Ну... То есть тем самым обрешили возможности отправиться на другую работу? Да, да. Даже на биржу труда, и то там, соответственно, за минимальные эти... Невзирая на то, что у меня трое детей, и только доход от моей работы приношу я. Так как на сегодняшний день у нас муж не работает, потому что везде такая ситуация с проблемой с работой. И я хотела бы сказать, что мы вот здесь все сегодня сидим, мы отстаиваем всего лишь свои права, мы ни у кого-то ничего не забираем. Все хотят восстановить лишь только то, что они заслуживают по праву. И здесь вот есть группа людей, которые судятся с нами, они тоже реализовали свои права, все по закону они сделали, но тем не менее они считают, что они должны превосходить над остальными. И я вообще хотелось бы найти эту справедливость, чтобы сделали все по справедливости, чтобы люди получили в первую очередь, а не юридическая организация. Потому что муниципалитет, он должен представлять интересы граждан это в первую очередь, а потом уже все коммерческие и другие интересы других. Я бы хотела, чтобы справедливость восторжесовала. Это земельный налог, имущественный налог, это доходы, которые строится наш бюджет. И то есть мы их не можем лишиться. Если как они изначально хотели, чтобы мы отдали полномочия в район, то есть мы лишались бы этих доходов. Известно же, что все муниципальные образования, они существуют буквально, выживают, у них нет доходов. Ну и мы бы хотели это делать, мы могли бы это делать, но нам не дают даже этого сделать. Потом еще то, что мы вот судимся неоднократно, уже сколько времени, и нас все хотят это продавить, хотя все на нашей стороне, закон на нашей стороне, все юристы, которые нанимаем, все говорят, что правда на нашей стороне, но все равно каким-то образом мы проигрываем. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.